Короче, вот после логина заходим в интересующий курс. Отсюда нажимаем на вот эту вот кнопку «More». Уходим в «Import». «Question Bank Import». «I can more help». В общем, в таком формате у нас должен быть сам вопрос. Обязательно на одной строке все. Далее «A» точкой или «A» закрывающей скобкой. Ответы, ответы, ответы. В конце «AnswerD». Например, у нас есть вариант ответов. Мы их копируем. Создаем новый документ. «New Text Document». И его, например, назовем просто «New». Открываем, закидываем. В общем, все должно быть на одной строке. Иначе он начнет париться. Я сейчас покажу, как. «A» точка, «B» точка большими буквами. «C» точка, «56» можно еще убрать. Здесь «A» точка, «B» точка. И последний вопрос. «A» точка, «B» точка, «C» точка, «D» точка. Обязательно подписываем правильный вариант, как «A» с большими буквами, все. И «A». Так, у нас здесь «DNA» тру. Все, короче, «A» будет. Если забыть вот эту вот точку, вместо нее просто пробел оставить, во время импорта программа воспримет его как новый ответ. И получается, вот этот ответ останется без правильного ответа, а вот этот вопрос останется также без правильного ответа, потому что здесь подписано «C», а не «A». И вот это вызовет ошибку, с которой справиться сможет только IT Helpdesk. Сегодня у меня такое уже было, поэтому осторожно. Короче, вот после вот такого вот вида мы сохраняем его «Как». Обязательно сохранить «Как». И здесь выбрать не «Анси», а «UTF-8». Это кодировка. «Replace», «Yes». И еще раз надо проверить. Если все готово, все точки обязательно проверить. Ошибка возникает такая, что база данных просто недоступна становится. И когда все готово, сохраняем. Так, это можно брать. Вот здесь в «Импортах» выбираем «Icon Format». И сюда кидаем «New». Все, теперь «Импорт» нажимаем. И вот он добавил три вопроса. «Continue». Так, они у нас вот «Irobot». «What is our genome made of?» «And what is the best movie?» «Импортах» 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 «Имп